Шалом, мир Божий! Вы смотрите пророческий канал Голос Стража. В этом видео я буду переводить очень известное и правдивое истинное пророчество о последних временах, данное англичанину, другу Смита Виггельсворта, англичанину Стэнли Фродшему. Стэнли Фродшем называется «Предстоящий обман, обольщение». Пророчество о последних временах, которое он получил от Господа Бога в 1965 году в Библейском институте Эллим в США. И то ли, я точно не помню, в Нью-Йорке, то ли в Чикаго. Вот это я точно не знаю. Итак, преподобный Стэнли Фродшем. Вот он на ваших экранах. Из Англии. Годы жизни 1882 и по 1969 годы. И в интернете я нашел, есть перевод на русский язык, но, к сожалению, слава Богу за этот перевод я ничего не говорю, но он не полный. То есть, почему-то там за бортом оставили какие-то отрывки из этого полного пророчества Стэнли Фродшема. И также в переводе есть неточности и пару ошибок даже. Но слава Богу за тот перевод. В этом видео будет полный перевод и более приближен к тексту, чтобы не было никаких неточностей. Итак, на мой взгляд, очень отрезвляющее ум пророчества, хотя данное более 50 лет назад Богом, этому брату Стэнли Фродшему из Англии, оно очень актуально для сегодняшней церкви и церкви, которая еще грядет тоже в будущем. Но там еще все ухудшится. Итак, я перевожу его пророчество. Итак, дано пророчество «Предстоящий обман о последних временах» дано преподобному Стэнли Фродшему в 1965 году в библейском институте Элим. Итак, я перевожу пророчество, говорит Господь. «С Великим судом я умоляю население этой страны, имеется в виду США, было в США дано пророчество, Великая тьма обрушивается на страны, которые слышали мое Евангелие, но больше не ходят, не живут им. Мой гнев обрушится на них. Тьма будет такой великой, и страдания такие болезненные, что люди будут взывать о смерти и не найдут ее. Будет долгая смерть, голод и великие катастрофы. Мой гнев проявится против всякого нечестия. Это придет с большой интенсивностью, силой. Вы знали мою любовь, но не знали моего гнева, моей строгости. Мои суды буквальные, и их нелегко пройти. «Осознайте строгость моих судов и моего сильного гнева против греха в моем доме. Мои суды начнутся в моем доме, ибо я очищу дом мой, чтобы он не был участником моего гнева против беззаконий городов. Прежде чем я принесу суды на народы, я начну со своего дома. Когда я изолью мой гнев на города мира, мой народ будет отделен. Я желаю людей, то есть народ без пятна и порока, и они будут сохранены мною во время гнева моего, нависшего над всяким беззаконием и неправедностью. Я собираюсь подготовить вас к предстоящим дням трудным путем, который заставит вас постоянно взывать ко мне. Ибо когда идти легко, люди не ищут меня, а радуются временному благословению. И когда это благословение удаляется, они так часто поворачиваются туда-сюда, но не приходят ко мне. Я показываю вам, чтобы вы смогли искать меня постоянно и с большим усердием. Когда вы будете искать меня, я открою вам истины, которых вы раньше не видели. И именно эти истины будут тем, что позволят вам выстоять в эти последние дни. Когда ваши братья будут преследовать вас, оскорблять и отвергать, вы будете всем сердцем обращаться ко мне и искать меня в той духовной жизни, в которой вы нуждаетесь. И когда придет скорбь, у вас будет то, что позволит вам выстоять. Ибо многие будут брошены, то есть многие будут бросаться туда-сюда. Сердца людей ослабеют, подведут их из-за неприятностей с каждой стороны. В эти дни будет очень страшно, подобного которому еще никогда не видели. Когда я приду к моему народу в могущественной силе пробуждения, то это для того, чтобы подготовить их к предстоящей тьме. Со славой придет великая тьма, ибо слава должна приготовить народ мой к тьме. Я дам способность моему народу пройти через это благодаря посещению моего духа. Прислушайся к себе, чтобы ты не возгордился и не подумал, что всего достиг. Многие будут, многие возгордятся, как в былые времена, потому что многие тогда получили мое послание, но они не продолжали пребывать в нем. Разве я не помазал Иеуя? Однако то, чего я желал, не было достигнуто в его жизни, не свершилось в его жизни. Слушайте посланников, но не восхищайтесь людьми, ибо многие, которых я могущественно помазал знамениями и чудесами, поднимутся и упадут на обочине. Я делаю это неохотно. Я снабдил их, чтобы они смогли выстоять. Чтобы они смогли выстоять. Я делаю это неохотно. Я призываю многих в это служение и вооружаю, снабжаю их. Но помни, что многие падут. Они будут как яркие огни, и люди будут восхищаться ими, но они будут захвачены духами-обольстителями и приведут в заблуждение многих из моего народа, из моих людей. Внимательно слушайте эти вещи, ибо в последние дни придут духи-соблазнители, духи-обольстители, которые отвратят многих из моих помазанников. Многие падут от всевозможных похотей и из-за изобилия греха. Но если вы будете усердно искать меня, я вложу в вас мой дух. Когда люди повернутся направо или налево, ты не повернешься с ними, но будешь полностью взирать, то есть устремишь свои глаза на Господа, взирать на Господа. Предстоящие дни самые опасные, трудные и темные, но во многих городах будет сильное излияние моего духа, и многие из них будут уничтожены. Мои люди должны быть тщательно предупреждены о предстоящих днях. Многие пойдут за духами-обольстителями. Многие уже обольщают мой народ. Тот, кто делает праведность, тот праведен. Тот, кто поступает праведно, тот праведный. Многие покрывают свои грехи великими, большими, богословскими словами. Но я предупреждаю вас о духах-обольстителях, которые наставляют мой народ злым путем. Многих из них я помажу, чтобы очистить и просеять народ мой, ибо у меня будет святой народ. Я приму святой народ. Многие придут с духами-обольстителями и принесут наши похотливые соблазны. Вы обнаружите, что после того, как я снова посетил мой народ, путь будет становиться все более и более узким, и туда войдет все меньше людей. Но не обманывайтесь. Пути праведности – мои пути. Ибо хотя сатана приходит, как ангел света, не слушайте его. Ибо те, кто творят чудеса и не говорят, не проповедуют о праведности, не от меня. Я предупреждаю вас с большой силой, что я буду судить мой дом, и у меня будет церковь без пятна и порока, когда я приду. Я желаю открыть ваши глаза и дать вам духовное понимание, чтобы вы не были обмануты, но могли ходить с честностью, непорочностью передо мной, любя праведность и ненавидя каждый злой путь. Взгляни на меня, и я дам тебе видеть глазами Духа вещи, которые скрываются во тьме, которые не видны человеческому глазу. Позвольте мне вести вас таким образом, чтобы вы смогли увидеть силы тьмы и сражаться против них. Это не битва против плоти и крови. Ибо если вы сражаетесь таким образом, вы ничего не добьетесь. Но если вы позволите мне взять контроль и сразиться силами тьмы, тогда они потерпят поражение, и тогда освобождение будет принесено моему народу. Я предупреждаю вас, чтобы вы усердно изучали Писание в эти последние дни, ибо написанное должно быть действительно явлено. Среди моего народа будет все больше обманщиков, которые будут говорить истину, правду, и завоюют расположение и благосклонность у людей. Ибо люди будут исследовать Писание и скажут, то, что говорят эти люди, правда. Тогда, когда они завоюют сердца этих людей, тогда и только тогда они проявят, вынесут на свет эти неправильные доктрины, учения. Поэтому я говорю вам, что вы не должны отдавать свои сердца людям и не восхищаться людьми. Ибо именно этими людьми войдет в мой народ. Ибо именно этими людьми сатана, сатана войдет в мой народ. Берегитесь обольстителей. Смотрите. Вы думаете, обольститель будет размахивать ересью и выставит на показ ее перед людьми? На показ перед людьми. Он будет говорить слова праведности и истины и покажется вам, как служитель света, провозглашающий слово. Сердца людей будут завоеваны. Затем, когда сердца будут завоеваны, они проявят, покажут свои учения, свои доктрины. И люди будут обмануты. Люди скажут, «Разве он не говорил так и так? И разве мы не исследовали это из слова?» Поэтому он является служителем праведности. То, что он сказал сейчас, мы не видим в слове. Но это должно быть верно, правильно. Потому что все, что он говорил до этого, было правдой. Не обманывайтесь, ибо обманщик сначала будет трудиться, чтобы завоевать сердца многих, а затем принесет свои коварные учения. Вы не сможете различить тех, кто от меня, и тех, кто не от меня, когда они начнут проповедовать. Но ищите моего постоянно, и тогда, когда эти учения будут раскрыты, в вашем сердце будет свидетельство, что они не от меня. Не бойся, потому что я предупредил тебя. Многие будут обмануты. Но если вы ходите в святости, непорочности, честности перед Господом, ваши глаза будут открыты, и Господь защитит вас. Если вы будете постоянно смотреть на Господа, вы будете знать, когда изменится, когда доктрина эта изменится, и не будете затянуты в нее, не будете приведены в нее. Если твое сердце правильно, я буду держать тебя. И если ты будешь постоянно смотреть на меня, я поддержу тебя. Служитель праведности будет такого вида. Его жизнь согласуется со словом, и его уста будут излагать то, что является полностью истинным, и это не будет никакой смесью. Смешение. Когда появится смесь, вот это вот смешение, вы поймете, что он не служитель праведности. Обманщики говорят сначала правду, истину, а затем делают ошибку, преподносят ложное учение, чтобы скрыть свои собственные грехи, которые они любят. Поэтому я призываю вас изучать Писание относительно духов обольстителей, поскольку это одна из величайших опасностей последних дней. Я желаю, чтобы вы твердо утвердились в моем слове, а не в человеческих личностях, чтобы вы не поколебались, как многие поколеблются. Я буду хранить, держать тебя на пути праведности. Прислушайся к себе и не следуй за духами-обольстителями, соблазняющими духами, которые уже проявляют себя. Прилежно спрашивайте меня, когда вы слышите что-то, чего вы не видели в слове Божьем, и не восхищайтесь людьми, потому что именно этим методом сатана удержит многих из моего народа, из моих людей. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком, чтобы вы одержали победу там, где я одержал победу. На кресте я одержал победу над всей силой сатаны, и я призвал вас идти по тому же пути. Именно когда твоя жизнь на кресте, ты узнаешь победу, которую я пережил. Когда вы находитесь на кресте и посажены во мне, тогда вы узнаете силу воскресения. Когда я приду в моей славе, начало и силы в поднебесье будут полностью разрушены. Не бойтесь, потому что я дал вам силу, власть, с помощью которой вы можете победить силой тьмы и победить в каждом испытании. И победить в каждом испытании. Когда вы находитесь на кресте, вы побеждаете. Именно на кресте я одержал победу над всеми силами врага. «Моя жизнь течет через тебя, когда ты войдешь в эти драгоценные истины». «Моя жизнь потечет через тебя, когда ты войдешь в эти драгоценные истины». «Взгляни на меня и возьми мою жизнь». Когда ваши глаза и желания направлены ко мне, и вы знаете, что значит быть распятым со мной, тогда вы будете жить и ваше помазание возрастет. возрастет. Я не был в моей жизни. Я был, когда я был в моей жизни, когда я ходил по земле. Когда я жил, ходил по земле. Но именно в моей жизни, когда я был на кресте, именно тогда я открыто посрамил, предал позору начало и силы. Я показываю вам истины, которые дадут вам победу обрести власть над нечестивым. Истину, которая освободит вас и окружающих вас людей, вы узнаете также приобщение к моим страданиям. Нет другого способа, которым вы могли бы принять эту небесную славу и царствовать со мной. Если мы будем страдать с ним, мы будем царствовать с ним. Я желаю, чтобы эти истины стали реальностью внутри вас. Держа их перед собой, вы освободите многих, кто находится в рабстве. У вас будет откровение о тех, кто во тьме, и у вас будут ключи, чтобы освободить пленников. Многие стремятся к освобождению, но у них нет ключей. На кресте вы все время будете знать силу моего воскресения, чтобы вы также могли вкусить мою славу, принять мою славу. Если вы готовы идти со мной и радоваться своим страданиям, вы примете мою славу. Взгляни на меня, потому что тебе нужна сила, чтобы победить лукавого, злого и рабство в других жизнях. Если вы действительно будете судить себя, вас не осудят. По мере того, как вы будете искать моего лица и желание быть очищенным мной во всей истине и искренности сердца, я буду судить вас в тайном месте, и вещи, которые находятся в тайном месте вашего сердца, не будут явлены другим. Я сделаю это в секретном месте, в тайном месте, и никто не узнает об этом. И стыд, который будет виден на многих лицах, не будет виден на вашем лице. Поэтому с любовью и милостью я наставляю вас. И поэтому я сказал, что если человек судит себя, он не будет судим. Мне не очень приятно, что позор моих людей, моего народа видят все. Как я могу судить мир, если я не буду судить сначала мой собственный дом? Слушайте эти вещи, которые я вам говорю. Если ты не послушаешь меня, стыд твой будет очевиден для всех. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на мою жизнь на земле. Помазание на меня было, на мне было велико, и все же искушения были велики со всех сторон, в одной форме, а затем в другой, предлагая мне сначала славу царств земли, а затем оскорбляя и преследуя меня. Моему народу будет дана великая слава, и все же искушения будут усиливаться со всех сторон. Не думайте, что со славой не будет никаких искушений или гонений. Слава моей церкви будет велика, как и искушение врага отвратить мой народ от моих путей. Я предупреждаю вас, что когда слава будет явлена, искушения будут велики до тех пор, пока очень немногие, которые начнут свой путь, закончат его, завершат его. Сначала им будут предложены великие мирские владения, а затем великие ругательства и неверия. посмотри на твоего Господа, как Он жил, как Он ходил. Так и будет для тебя. Должна быть необходимость в большой силе цели, в большой интенсивности предназначения. Время от времени все восстанут против вас, просто чтобы отвратить вас от курса, в который я вас ввел. Обо мне написано, что я сделал свое лицо как кремень, чтобы идти в направлении, которое мой Отец предписал мне. Если вы закончите курс, который для вас установил Господь, вам придется сделать свое лицо как кремень. С большой решимостью вы должны идти по курсу, проложенному для вас. Многие из ваших любимых и тех, кто последует за вами, будут убеждать вас и попытаются отвратить вас от курса. Со многими словами, которые кажутся правильными в естественном мире физическом, будут они говорить к вам. Разве Христос не обличил Петра, который отверг бы его от курса, предписанного Богом? Поймите эти вещи, поймите эти две вещи и торжественно поразмышляйте над ними. Преследование и тьма будут велики, как слава, чтобы попытаться свернуть избранных и помазанников с пути, который Господь для них поставил. Многие начнут, но немногие смогут закончить из-за величия благодати, которая необходима для того, чтобы выдержать до конца. Искушения и преследования вашего Господа были постоянными. Он был искушаем сатаной во многих формах на протяжении всей своей жизни и даже на кресте, когда нечестивые кричали «Если ты Христос, сойди с креста!» Не думайте, что не будет времени для гонений, потому что это будет со времени вашего помазания до конца. Трудности и великие гонения до конца. Господь должен подготовить вас к тому, чтобы быть победителем во всем, чтобы вы могли закончить курс. Преследования усиливаются даже так же, как и усиливается, увеличивается помазание. На путях суда и праведности Господь Бог поведет свой народ и приведет его в то место, которое Он избрал для них. Ибо Господь избрал место для своего народа, место праведности и святости, где Он расположится вокруг них. И все, кто будут ведомы Господом, будут приведены в это святое место. Ибо Господь рад жить в своем народе и проявлять себя через своих людей. Святость Господа будет явлена через его народ. Пусть Господь поведет вас, и Он поведет вас в трудных местах. Он провел свой народ в древности через место, где не жил ни один человек, где не прошел ни один человек, в месте большой опасности и в тени смерти. Господь действительно снова поведет свой народ через такие места, и все же Он выведет их вместо великой славы. Поймите, что путь к славе таит в себе огромную опасность, и многие падут направо или налево, многие будут располагаться лагерем на меньшей земле, но у Господа есть место святости, и ничто нечистое не должно обитать среди Его народа. Доверьтесь Ему, и Он приведет вас в место святости. Он желает привести Свой народ к великой славе, подобной которой еще никогда не приходилось видеть, что Господь сделает для тех, кто доверяет Ему. это место тьмы и великой опасности, которое отделит Его народ в это место, в которое Он даст им войти. Он защитит их от голосов, которые отвратят Его от Его пути. Он выведет их через темные места и через предательские пути к свету Своей славы. Он будет очень радоваться, за Свою возлюбленную и даст тебе исполниться невыразимой радостью. Невыразимой радостью. Он стремится привести свой народ в новое место благодати и славы, где Он действительно расположится среди них. Доверьтесь Ему, и Он обязательно приведет вас в это новое место. Не бойтесь грядущих дней, но бойтесь только этого, чтобы вы ходили, жили так, как угодно Господу. в это время я приказываю, я упорядочиваю и устанавливаю мою церковь, и она действительно будет чистой, без пятна и порока. Я сделаю работу, совершу работу в моей возлюбленной, которую не видели с момента основания мира. я показал я показал вам эти вещи, чтобы вы смогли усердно искать Господа всем своим сердцем, и чтобы вы смогли быть хранителем его народа. Не беги ни к этому, ни к тому, потому что Господь так предопределил, что спасение в нем и только в нем. Не обращайся к этому пастырю или к тому, потому что на земле будет великое рассеяние, поэтому смотрите на него, потому что он действительно прояснит, прояснит вам это. Вы не должны смотреть сюда, ни туда, потому что колодцев, в которых когда-то была вода, больше не будет. Но когда вы будете усердно искать его, он увеличит вашу силу и вашу веру в то, что он сможет подготовить вас к предстоящему времени. Истины, которые я открыл вам, должны стать частью вас, не просто опытом, переживанием, но частью самой вашей природы, вашего естества. Разве не написано, что я требую истины во внутренностях, во внутренних частях? это правда, это истина Господа, выраженная в самом вашем существе, которое будет держать вас. Многие испытают, многие переживут истину, но истина должна стать частью вас, самой вашей жизнью. Когда мужчины и женщины будут смотреть на вас, они услышат не только голос, но и увидят выражение истины. Многие будут побеждены, потому что они непостоянны в моих путях, и потому что они не позволили истинам стать их частью. Я показываю вам эти вещи, чтобы вы смогли подготовиться и, сделав все, выстоять. Конец пророчества Стэнли Фротшама друга и соратника Смита Вигглсворта. Рекомендую вам почитать про Смита Вигглсворта, большого героя веры из Англии, и также про Стэнли Фротшама. Ну и приведу, вот здесь ниже дается перевод краткой биографии Стэнли Фротшама. Величайшие дары Бога часто приходят в скромных... Это краткая биография Стэнли Фротшама. Величайшие дары Бога часто приходят в скромных упаковках. Таков был Стэнли Фротшам, одно из величайших сокровищ пятидесятников, которые Бог когда-либо посылал в тело Христова. Стэнли Фротшам 1882-1969 годы родился в Англии. Он стал одним из первых лидеров излияния пятидесятнического излияния в начале 1900-х годов. В течение многих лет он был редактором и издателем всех публикаций Ассамблеи Бога, заработав себе ласковое название Пророк Бога с ручкой. Он служил и знал ранних пятидесятнических гигантов, таких как Смит Виггельсворд, Говард Картер, ВФП Бертон, братья Джеффри и другие. Свадебная церемония брата Фротшима была проведена его другом Смитом Виггельсвордом. Спустя годы Стэнли Фротшим написал первую биографию Виггельсворда. В конце концов он отделился от Ассамблеи Божьей и начал служить среди независимых пятидесятников. Как пишет Как пишет Кит Малкомсон о Стэнли Фротшиме цитата Его служение было полностью сосредоточено на Христе и он был смел в борьбе с ошибкой то есть сложным учением когда сталкивался с ней человек по моему сердцу когда он сталкивался с группами которые далеко отошли от истины если они не слушались не прислушивались к ясности священных писаний то он уходил и избегал их так и мы должны поступать из-за глубокого голода жажды по Богу он был движим посвящать время с раннего утра и все ночи Богу в молитве в молитве он сказал я уверен что у Бога есть много чего для нас которые отчаянно будут искать Его то есть Бога и проведут много времени в ожидании Его в 1964 году Дух Божий начал постоянно приносить торжественные пророческие предупреждения он предупреждал его о приближающейся ошибке заблуждений которая придет в церкви он предупреждал о духе обмана обольщения приходящим к тем кто не придерживается истины Библии и не ходит святости и праведности он мог видеть задолго то что войдет в среду пятидесятников и харизматов один товарищ по работе и друг отметил его характерные черты его кротость его прощающий дух всем кто оскорбил его его изобилующая неизменная щедрость драгоценный дар пророчества и его неукротимая вера даже когда брату фротшему исполнилось восемьдесят лет он все еще путешествовал служил и занимался для учителя в 1969 году среди ночи он завершил свое паломничество и поэтому божий песец отправился к своему господу на могиле была выгравирована открытая книга с надписью аминь аллилуйя слава последнее письмо написанное его единственной дочери закончилось этими соответствующими строками уделяй много времени или придай большую важность слову божьему придай большую важность крови и обрати большое внимание тому что время коротко коротко итак это было пророчество предстоящий обман пророчество о последних временах данное преподобному Стэнли Фротшему в 1965 году более 50 лет назад и которое так актуально для сегодняшней современной церкви по всему миру и будет еще более актуально в будущем поэтому прислушайтесь покайтесь измените свои кривые пути напрямые оживите святости и праведности и не идите за этими волками в овечьей шкуре за этими духами обольстителями которые вошли в большинство церквей по всему миру которые творят ложные чудеса и знамения изгнания бесов и так далее но за которыми стоят демоны и нечистые духи колдовство оккультизм мошенничество спектакли шоу театр мир все мирская суета и тщеславие поэтому живите свято и праведно верьте в Господа Иисуса Христа живите в непорочности в чистоте неоскверненном этим миром и если не дай бог вы согрешили то немедленно покаетесь и больше этого не делайте праведник семь раз упадет но поднимется и продолжайте жить без греха в своей жизни свято и праведно и чисто угодной жизнью для Господа я верю что это пророчество сильное мощное которое пришло от Господа Бога всем нам всей церкви последнего времени благословило вас и вправило мозги тем кому нужно было вправить и привело нас всех к покаянию и обличило нас в наших грехах и в наших ложных учителях ложных учениях которые заползли как духи обольстители в нашей церкви ведут нас в ад поэтому выйди из Вавилонской блудницы как говорит Откровение 18.4 и не участвуй в делах этой блудницы и не испей чашу гнева Божьего которая будет вылита на нее Бог любит тебя и хочет спасти тебя поэтому иди за Богом выбери жизнь а не смерть не иди за дьяволом иди за Господом Богом Иисусом Христом вы смотрели пророческий канал Голос Стража и это было пророчество о последнем времени предстоящего обмана данное преподобному Стэнли Фротшему в 1965 году в США сам он был англичанин благословляю вас во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Аминь